здравствуйте дорогие друзья бывает у вас такое хочется чего-то вкусненького открываете холодильник а там пусто и силы нет идти в магазин чего-то покупать да и времени у кого-то нет а у кого-то и денег в таком случае готовим из остатков из того что на вас смотрит вот у нас например в связи с коронавирусом полки опустили изрядно как будто прошел мамай но нашлось 100 грамм колбасы 100 грамм сыра луковица сейчас колбасу и сыр я натру на терке в чашу блендера сразу же нарежу одну большую репчатую луковицу разобью 2 яйца сюда же добавлю столовую ложку майонеза столовую ложку кетчупа главное чтобы он был вкусным не соленым и добавлю чайную ложку прованских трав можно любой приправы все как следует собью перемешаю в однородную массу чтобы вот этой вот жидкой массой можно было пропитать целую булку хлеба уж булка хлеба я думаю найдется в каждом доме и так все готово ну если ко всей этой роскоши добавить еще одну помидорку или один красный сладкий болгарский перец это уж будет совсем шикарно и так пропитка наша готова берем хлеб и нарезаем полностью на ломтики толщиной по два сантиметра теперь эти ломтики как следует пропитываем пропитываем и укладываем на противень застеленный пергаментной бумагой сверху распределяю натертую колбасу колбаса может быть любой да и не обязательно брать колбасу это может быть кусочки отварной курицы копченого сала в общем как я уже сказала все что есть в вашем холодильнике вкусно будет по-любому ну а если вдруг у вас затерялся в холодильнике один помидор то на колбасу желательно порезать его тонкими ломтиками а уже сверху засыпать тертым сыром все это превращаем в горячие бутерброды которые по вкусу абсолютно не отличаются от пиццы запах будет стоять потрясающий ставим бутерброды в разогретый духовой шкаф при температуре 180 градусов минут на 30 и смотрите какая вкуснота получается и низ и бокал бутербродов хрустящие рассыпчатые очень вкусные остается только налить кофейку и полакомиться таким образом можно приготовить любые бутерброды из всего что есть в холодильнике всем приятного аппетита до новых встреч и